Семь минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте. Подготовка детских оздоровительных лагерей, водных объектов к летнему периоду, состояние системы пожарного водоснабжения и подготовка отопительных сетей к зиме обсуждались на очередном заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в администрации местного самоуправления Владикавказа под председательством заместителя главы Майрана Тамаева. В состав комиссии входят ответственные за различные направления жизнедеятельности города специалисты, сотрудники чрезвычайного ведомства и полиции. Как рассказал собравшимся заместитель главы администрации местного самоуправления, начальник управления образования Роман Газюмов, летним оздоровительным отдыхом будет охвачено 6 130 человек за два потока. Практически во всех школах города заработают пришкольные лагеря. Уже проведены все соответствующие проверки управлением Роспотребнадзора МЧС. К отрытию купального сезона на городской водной станции очищено дно. Водоем заполнен питьевой водой из Реданского водозабора. Запустили рыбу. Предусмотрено дежурство спасателей, медработника. А также, как рассказал начальник столичного управления культуры Алан Кукаев, в ближайшее время начнется полномасштабное благоустройство этой зоны отдыха. Уже заключен контракт с подрядчиком. Что же касается еще одного важного вопроса повестки дня подготовки к зиме, здесь возможны некоторые затруднения. В докладе председателя комитета ЖКХ и энергетики города Ахсарбека Дидарова прозвучала беспокойность возможностью срыва отопительного сезона из-за нехватки средств к его подготовке. Работы силами предприятия тепловых сетей ведутся, но с отставанием от графика. Все из-за того, что внешнеуправляющие задерживают выплату сумм на подготовку к сезону. Из 105 миллионов рублей выделено только 18. Но все же своими силами ПК Теплосети провели опрессовку теплотрасс, заменили и отремонтировали некоторые котлы и центральные тепловые пути. Сегодня большой праздник – Международный день защиты детей. В этот день городские власти подготовили для самых юных владикавказцев целую череду ярких мероприятий. В центральном парке для детей показали спектакли, устроили интересные конкурсы, концерты. Весь день в парке всюду раздавалась музыка, детский смех и, конечно, подарки. С утра на площади Штыба состоялся спортивный праздник, посвященный Международному дню защиты детей и открытию пришкольных лагерей. В акции приняли участие школьники города Владикавказа. Яркие, непосредственные, веселые и жизнерадостные дети и стали самым главным украшением праздника. Зарядку для детей провели чемпион мира среди профессионалов по полнокатактному рукопашному бою Махарбек Аргинов и чемпион мира среди молодежи по версии IBF Суслан Тедеев. Поздравить детей с их самым главным праздником пришли организаторы действа. Это начальник отдела общего и дополнительного образования АМС Владикавказа Людмила Воронова, председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта города Марат Басиев, депутат Гордумы столицы республики Казбек Джибилов. Праздничные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха имени Косталь Ивановича Хитагурова собрали сотни детей. Здесь подготовили развлечения на любой вкус, ростовые куклы, игры, танцы, фокусы и уникальное мастерство. Ну, такой куб я собираю слепую. Такой куб слепую может собирать примерно 250 человек во всем мире. И... Да, слепую. Ну, именно с открытыми глазами. Сначала увидел сюжет в «Галилео», подумал, что это, ну, легко. Потом, ну, нашел в интернете обучающее видео и научился всему сам. Сегодня праздник – День защиты детей. И мы пришли сюда поучаствовать в конкурсах. Я с родителями обычно ходим в Коксуэ попраздновать этот праздник. Мне очень нравится. Я пришел, чтобы поиграть в разные конкурсы, посмотреть на программу. Анимационная программа не оставила равнодушных ни среди детей, ни среди взрослых. Здесь можно было попробовать свои силы в создании игрушек, рисовании, пении и танцах. Ну и, конечно, не обошлось без подарков. Всех детей угостили вкусным мороженым. После на летней эстраде для малышей показали спектакль-сказку Владимира Илюхова про эльфа и злую колдунью. Организаторами праздника выступили Управление образования и Управление культуры АМС города Владикавказа. Внимание! Госавтоинспекция Республики информирует. В соответствии с частью 1 ст. 291 Уголовного кодекса РФ задачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или в размере от 5-кратной до 30-кратной суммы взятки. Либо исправительными работами на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет со штрафом в размере от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки или без такового. В попытке избежать административного преследования за нарушение правил дорожного движения лицо, предлагающее сотруднику ГИБДД взятку, подвергает себя уголовному преследованию. Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения. Одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции, формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям. Непрерывно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений данного вида. Если вам станет известно о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников госавтоинспекции, информируйте об этом органы правопорядка по телефону доверия. Телефон 59-46-99. 1 июня сотрудники госавтоинспекции республики совместно с Союзом детских организаций Республики Северной Осетии Алания провели мероприятие, посвященное Дню защиты детей. На площади перед кинотеатром Терек полицейские организовали настоящий праздник для отдыхающих – безопасный переход для двоих. Так назывался конкурс «Рисунка на асфальте», в котором приняли участие и взрослые, и дети. За короткое время серый асфальт расцвел пестрыми рисунками. Инспекторы вручили подарки не только тем, кто участвовал в конкурсе, но и обычным прохожим, напоминая им о важности соблюдения правил дорожного движения. Завершилось мероприятие танцевальным флешмобом, в которое оказались вовлечены все прохожие. Под ритмичную музыку прозвучал призыв соблюдать правила дорожного движения и беречь свою жизнь и здоровье. Наши 7 минуты стекли. Смотрите на завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей!